так время пошло здравствуйте мои дорогие мои красивые мои умные мои хорошие я сейчас хочу вам рассказать про то как мы сами создаем себе карму как мы сами создаем как мы ее дарим детям и как мы ее принимаем от своих родителей да это сейчас так очень популярна карма карма у меня карма я была вот недавно мне написала женщина я была у шаманки мне никто ничего помочь не может я пишу расскажите историю я вам помогу разобраться она мне отвечает никто не может не помочь останусь я со своей кармой дальше хочешь вперед и я вам могу сказать если карму можно принять принять от родителей самому себе создать то ее точно также можно убрать и поменять себе на другую более счастливую более удачную карму вот давно не записывала видео немножко нервничаю поэтому задыхаюсь и так как мы создаем себе карму лучше всего конечно же карму забрать у родителей как мы это делаем возьмем такой пример мама брошенка вот это такой очень популярный пример как дочь перетаскивает на себя мамин сценарий жизненный ну например девочка растет в семье папа бросает маму девочка видит что происходит мама у нее значит брошенная мама чем занимается мама в тот момент когда ее бросил папа она только сидит на телефоне звонит плачет подружкам какая он скотина он ее бросил что делает девочка 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 слышит и что она слышит два дорогих человека в ее жизни два самых дорогих мама мама несчастна потому что ее бросили а папа козел потому что он бросил маму и вот но это же длится какое-то время да она наблюдает а с кого брать пример ребенку с кого брать с кого учиться кто научил ее всему эту девочку маленькую кто научил ее есть ложкой кто научил ее ходить кто научил ее читать мама с папой так значит от них она и будет учиться своему поведению поведению в жизни дальше и вот если мама еще депрессивная там еще на диванчике лежит и плачет днями и ночами после того как папа ее бросил то конечно же дочка будет такая же и вот создается такая вот ситуация что ребенок просто запоминает как было в семье а как он запоминает а он же другого не видел это было в его жизни папа бросил маму а папа еще может быть ходоком он может ходить туда-сюда и мама его принимает за каждым разом и мама такая 15 раз брошенка папа уходит там пойдет пошляется неделю-две по любовницам мама плачет рыдает там на телефоне мамина мама приедет бабушка опять эту ситуацию всем усолят там может еще прибухнут плачут опять мама на диване там под одеялом а потом мама кричит что такое у дочки проблемы девочка это все на себя перетягивает перетягивает еще она берет вот сценарий мамы и сразу же сценарий папы под подтягивается потому что что произошло в ее жизни самый близкий мужчина в ее жизни отец который дарил ей подарки который ее любил носил на руках автоматически превращается в козла и проехал происходит такая да формула любимый человек равно козел и это работает в обе стороны козел любимый человек человек любимый человек козел и она будет потом искать в жизни себе мужчину вот именно чтобы там была вот эта изюминка козлятинкой чтобы там пахло и она себе такого найдет потому что она будет выбирать из ста мужчин и выберет именно вот такого вот который будет с этой изюминкой похож на папу еще немножко чтоб козлятинки было и и что потом девочка выросла мама чудила свое ребенок вырос и начинает себе искать мальчика какого и надо искать мальчика похожего на папу потому что у нее уже есть сценарий жизненный как надо себя вести и там в этом сценарии будет все то же самое плакать страдать и и и чтобы мужчина любимый был козлом как папа и потом она сидит и говорит ой у меня такая карма у меня у мамы была такая ситуация теперь у меня такая ситуация что же делать как не быть бегает по бабкам бабки там это шаманы в бубен трясут звонят порчи снимают а оно то не закрывается дырка не закрывается а там не хватает просто любви нужно назад возвращаться в детство и закрывать эти дырки гештальты а бабка-гадалка тебе этого не сделает она даже если сто раз тебе пообещает что к тебе придет хороший мужчина и будешь ты счастлива ну вот он такой и придет но она ж ничего не меняет она только обещалки дарит бабка-гадалка только психолог может поковыряться и вытащить вытащить это этот сценарий и поменять там составляемые чтобы девочка поняла что не обязательно искать например в своем партнере партнера себе искать именно с таким качеством как козлятина пусть будет без этого качества чтобы не ходил но ей в принципе такой не подойдет сценарий потому что ей нужен такой который будет ходить а знаете как это еще вот записывается на на нашу подсознательную память вот мама мама когда с папой разошлась да вот папа ушел мама плакала а девочка вот тут вот чувствовала вот так вот такая какая-то говнецо такое было там обида боль ненависть к отцу это вы знаете как на рождество вот и знаешь что вот рождество и должно пряниками пахнуть цинамоном да мандаринки и вот мы знаем вот рождество приходит и вот эти запахи связаны и у нее вот это вот в душе то что она чувствовала когда папа ушел и мама там рыдала у нее вот это вот чувство оно вот как этот запах рождества и она потом будет всю жизнь вот хотеть подсознательно вот это почувствовать это вот ее просто связь с детством знаете как вот берешь игрушку и так а вот детство вспомнилось вот помню там как бабушка там это какао варила а тут будет точно так же и ей надо будет вот только ты с бабушкиным какао идешь себе на кухню какао варишь а тут надо будет замутить такую фигню найти козла потом ему вынести мозг чтобы он развернулся ушел и ты раз и почувствовала вот она вот этот запах с детства он вернулся и что мы делаем можно жить не тужить и потом твои дети это на себя перетащат ну а с кого им брать придется например только с вас вы их научите есть научите ходить там писать на горшок ну и научите как вести себя дома и только тяжелой работой над собой можно вот этой фигни избавиться а избавишься только в одном случае когда ты сам себе признаешься это я сама виновата или я сам себе виноват это я нашел себе такого партнера это я устроил скандал или я устроила скандал это я вот тыкала каждый день иголочкой кому-то в больное место как пока кто-то не взорвался не собрал вещи не ушел и ты за гараж и вот вернулась запах детства так что дорогие мои или пишите мне и я вам помогу разобраться или ловите вот это вот ощущение детства вот это вот вспомните в себе вот это вот кармический этот запах да вот если у вас что-то повторяется это не обязательно вот это вот то это то что я сейчас приводила в пример брошенку да это может там все что угодно вот когда у вас вот это вот карма как вы ее называете она происходит и вы ее так раз запомнили вот так вот и ощутите вот это вот и вспомните где оно в детстве началось вот его когда за хвосток схватишь и начинай ковырять там будет больно когда вот такие импринты убираешь карму убираешь то там слезы плачь все но через пару дней попросту снимают как рукой и меняется характер меняется взаимоотношения вы попросту на таких людей вот если вот вы девушка да и у вас этот сценарий брошенки карма брошенка то вы попросту даже не будете обращать внимание на таких мужчин а если у вас дома уже сидит такой то вы ему скорее всего дадите такого красивого пинка под задницу что задумайтесь стоит вам вообще эту карму убирать или нет потому что тогда придется полностью жизнь старую строить по-новому так что ну не знаю что вроде все сказала и убирается это вот вы поймите да как говорят там болезнь лечится по моему месяц за год вот если вы там гастритом 10 лет болели то вот 10 месяцев надо этот гастрит залечивать ну так говорят не знаю такую теорию слышала и тут точно так же но не точно так же но похоже если вы этот сценарий на себя цепляли например там 10 лет до 10-17 лет вот ваши родители так себя вели дома ну вы же понимаете что вам за час очень тяжело будет от этого избавиться это так же самое как вылечить гастрит в час надо будет над собой работать есть желание пишите я дам свой номер телефона звоните я помогу как это убрать с психологом консультантом делать это проще легче это знаете как это чиряк самому себе ковырять да чем больше говоришь тем больше болит а если кто-то чужой там тебе чах нож этим скальпелем остреньким все ах вот так вздрогнешь и пошло так что желаю всего хорошего если что пишите дам свой номер телефона контакт и помогу решить и вы знаете вот так мне вот это вот пошло вот это вот ломание сценарии в жизненных вот этих карм потому что у меня очень сильно развито логическое мышление я просто с пару предложений которые говорит человек вижу просто эти сценарии цепляя их а потом нахожу как это раздалбливать давайте счастливо ковыряйтесь находите и убирайте пока